Итак, сегодня мы с вами по моим подсчетам начинаем 49-й вебинар в этом году. Несколько вебинаров у нас не состоялось, в среднем у нас по 4-4,5 вебинаров ежемесячно. Так что считайте, остался еще один вебинар и мы по сотне вебинаров проведем. Это так, маленькая статистика. Теперь, для того, чтобы пойти по сегодняшнему плану, дальше хотелось бы остановиться на некоторых новостях, на некоторых событиях, которые, может, кто-то слышал, кто-то не слышал. Хорошо, если вы будете знать, что происходит в той или иной части нашего большого, теперь уже, Скайвей-пространства. Значит, не позже, чем вчера, прошел в Таллине праздник, рождественский праздник, окончание Нового года, Рождества. Мы живем в европейском пространстве, причем пространстве, где празднуют первую половину, то есть окончание года, Рождество, тут в декабре месяце. Но мы празднуем еще и в январе, так что ничего страшного. Вот, и прошел такой праздник, собралось почти 150 человек. Сначала люди были такие, ну, немножко, что ли, в ожидании. Потом праздник разошелся, в хорошем смысле этого слова. Вот, был фуршетный стол, были выступления, даже были цыгане. Все остались очень довольны. О чем-то, я не потому говорю, что просто вот похвастаться. Дорогие друзья, очень важно собираться, проводить совместно вечера, обмениваться информацией, увидеть, а кто же мы все-таки есть. Понимаете? И поэтому это очень такие вот интересные. Да, конечно, конференции дают это, но тем не менее, такие праздники, мы уже с вами, большая корпорация. Даже, может быть, когда-то будут писать с того, что мы с вами свершили, будут писать еще и теорию. Потому что мы уже говорили, что уже народное, скажем, финансирование еще сегодня не имеет. Вы наберите различные другие пояснения, где-то можно еще найти, а традиционного или, скажем, сложившегося пояснения широконародного финансирования еще нет. Мы его с вами делаем, и поэтому об этом еще будем говорить. Поэтому и многие другие вещи мы делаем впервые. Так что мы с вами на, скажем, на острие инновации, на острие создания нового пространства, скорее пространства. Теперь абсолютно новость такая, которая является, мы даже еще сегодня не до конца осознаем, потому что она не усилена, не детализирована. Новость об Объединенных Арабских Эмиратах, о том, что там подписано. В деталях мы и не узнаем, и слава богу. Потому что мы находимся с вами под очень сильным вниманием уже во всем мире. Я еще вернусь, или не вернусь, а затрону то, что произошло у нас в этой технопарке. Это тоже, к сожалению, новость. Так вот, в Объединенных Арабских Эмиратах подписан договор. Теперь уже не соглашение, а договор, где определены основные все пункты взаимоотношений между головной компанией GTI и нашими партнерами, не буду их называть, я их просто не знаю, партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах. Основные пункты доли участия, описание проекта, его этапность, стадии, там все есть. И мы об этом почувствуем, узнаем. В первую очередь мы это почувствуем через то, что вот-вот-вот, ну что тут греха таить, январь месяц это месяц перехода на следующий этап, а может быть еще и дальше. Значит, вполне возможны различные вариации. Все зависит от расчетов, которые проведет головная компания. Отсюда будет объявлено, каков переход будет. Поэтому, дорогие друзья, здесь некогда почивать на лаврах каких-то там, у кого-то там, как мне вчера один инвестор сказал, ну ты знаешь, вот скажи мне, пожалуйста, и потом быстро берет меня за пуговицу пиджака и говорит, скажи, вот у меня 5 миллионов уже есть портфель акций, я проинвестировал, много это или мало? Я говорю, с одной стороны это вроде много, а давай теперь будем смотреть с другой стороны. Начали там рассматривать, я ему сказал, как можно будет участвовать в проектах, как можно будет, или вернее, какие расчеты могут быть по дивидендам. Он говорит, да, вот интересно было бы, надо, наверное, еще удвоить. Я говорю, самое последнее время удваивать еще. Он говорит, все, пойду, буду дома делать вот на 21-21 или на 21-12 буду делать планы на то, чтобы как дальше развивать свое участие в Скайбете. То есть никогда не поздно, а всегда вовремя это делать. Потому что еще есть этапы, ничего страшного. Многие инвесторы, как бы, ну что ли, неудобно уже предлагать проект Скайвей. Но это в том случае, если человек смотрит через призму того, выгодно-невыгодно, выиграю-проиграю, то есть win-loss. Надо всегда смотреть через призму win-win, то есть выиграю-выиграю. А это призма совсем другая. Я проинвестировал при дисконте 600, 1 к 600, а ты, кому я тебе расскажу, у тебя есть еще возможность 1 к 60 использовать? Да, это тоже. 1 доллар инвестируешь, получаешь аналог пакет залоговых акций в 60 долларов. Представляешь, где ты еще такое найдешь с первого хода? Причем риски уже совсем другие. Да, когда я инвестировал там, это был конец 2015 года. То есть все равно ты выиграешь. Поэтому это подход win-win, то есть выиграю-выиграю. Поэтому это, дорогие друзья, тоже очень важно. Теперь давайте посмотрим, это мой комментарий, как я вижу. Это мои ассоциации, нигде это не объявлено. Вы первые, кто об этом слышите. Я даже об этом не говорил никому в своем кругу здесь. Я вот буквально сегодня, продумывая, о чем с вами будем говорить, подумал, что с вами я поделюсь, потому что мы сообщество, которое достаточно давно уже общается. И очень важно понимать, где мы находимся, что происходит в мире. Ведь ничего просто так под сиянием ни лунным, ни солнечным происходит. Поэтому инцидент в Экотехнопарк. Анатолий Гвардович очень хорошо, душевно. Ну, я не знаю, как еще лучше и коротко сказать о том, что там произошло. Но, мое видение, вы знаете, я уже достаточно долго жую хлеб своими зубами, начал с каши, с материнского молока, каши и так далее. И могу вам сказать, что вот какое-то седьмое чувство деда, как мне дедушка, как мне внук говорит, дед, ты чего чувствуешь? Я говорю, вот ты знаешь, я чувствую это. И он или соглашается, или не соглашается со мной. Вот здесь мое чувство говорит, что это неспроста там произошло. Вы понимаете, ведь, да, показалось, что там и юнибус крепкий, и трактор хлюпенький, но люди пострадали, это одна сторона дела. Есть некие, как бы, манипуляторы, которым наплевать. Там один человек пострадал, трактор разнесло, толпа людей там пострадала, погибло там люди. Абсолютно важно, чтобы что-то произошло. И поэтому я сегодня не могу вам сказать, это случайность или это предопределенность. Кем-то очень ловко, как бы, подстроенное, понимаете? Мне вспомнился случай, который произошел с уважаемым секретарем ЦК Компартии Белоруссии Машеровым. Вдруг вот, ну как оказался на дороге перед несущейся Волгой, там даже не Волга, а ЗИЛ был, значит, правительственный ЗИЛ, здоровенная машина. Все, и нет человека. Понимаете? А и такие случаи много. Поэтому, какого лешего там этот трактор оказался перед юнибусом? Поэтому, вы знаете, а это в контексте того, что происходит вообще в мире. Значит, смотрите, начинаются игры с трассой высокоскоростной, о которой я в прошлый раз вам говорил. Вдруг появляется вот этот, на пути юнибуса, на испытательном, значит, как их на парке при сертификации, вот эта штука. Не знаю. Дай бог, чтобы я ошибался. Но, тем не менее, это так. Поэтому, надо быть очень внимательными, очень осторожными. Мы становимся слышны, мы уже слышны, мы видим это точно, и мы кому-то начинаем уже, ну вот как бельмо на глазу мешать. Поэтому, нам надо быть еще более собранными, нам надо еще более сильными быть, идти дальше, развиваться. Несмотря ни на что, опять-таки, смотреть на все через призму. Вин-вин, выиграю-выиграю, то есть быть проактивными. Идем дальше, дорогие друзья. Что тут пишут? Владимир, коль скоро дело подходит к реализации, возникает важный вопрос. Насколько хорошо проект защищен патентами? Владимир, поймите меня правильно, патент не защищает ничего. Ничего, абсолютно ничего. Он является только, он вообще на пятом месте, я уже об этом говорил, а сейчас некоторые эксперты говорят, вообще он на седьмом месте, по степени, или вернее, по атрибутике защиты проекта. Почему на седьмом или на пятом там месте? Потому что патент, ну, зафиксировали патент. Кто-то взял, сделал что-то чуть-чуть иначе, и все, и пойди ты там разбирайся. То есть самым сильным средством является то, кто с технологией, которую он патентует, выходит на рынок. Как только ты выходишь, или мы выходим на рынок Китая, Индии, Австралии, первое дело, надо там патентоваться. Поэтому в тех странах, в которых мы сегодня работаем, будьте уверены, патенты у нас имеются на самые узловые моменты технологии. Это защита есть. Я вас в этом абсолютно уверяю. Все не скопируешь. Понимаете, я имел счастье и, скажем так, неосторожность участвовать в одном проекте по, значит, помоющим веществам. Разработаны были поверхности активные, хорошие вещества, абсолютно экологичные. И там шла разработка. Да, патент был хорошо защищен, вот, с одной стороны. И мы выходили, и там эксперт, которого мы наняли, он сказал, не тратьте сейчас деньги на то, чтобы патентовать, где не попадя своей технологии. Выходите на рынок, патентуете. Перед этим, именно на этом рынке. Потому что и тогда будет защита. Но самое главное, выходить из технологии, подделать ее трудно. Да, можно там назвать, там химию никто не полезет. Ведь на рынке, кто знает, джинсы носит, левисы джинсы. Где они сделаны? В Китае сделаны, в Турции сделаны. А, написано ли, пойди разберись, кто их сделал, понимаете? Поэтому это дело такое. Это, кстати, о патентах. Марина, все произошло после выставки. Ну, правильно, правильно, конечно. Тут можно рассуждать. Не надо здесь вдаваться. Я просто дал вам маленькую индикацию, дорогие друзья. А у меня вообще меня слышно или нет? Я что-то смотрю там. Дайте обратно. Спасибо, спасибо. А то что-то я засомневался. Ага, спасибо. Спасибо, все. Ну вот. И понимаете, поэтому с этим инцидентом вот такая моя позиция по этому поводу. Я ею с вами поделился. Другое еще, значит, смотрите, подготовка идет адресных проектов. Арабские Эмираты, Австралия первая, Арабские Эмираты, Индия. Значит, но худо-бедно мы начинаем развиваться и в Прибалтике здесь. Буквально вот не буду даваться, пока еще ничего не подписано нигде. Но идет так называемая работа. Причем работа идет такая. На уровне устного объяснения, устного согласования, задачи, вопросов. Значит, вопрос задается. Вы готовы сами инвестировать? Потому что мы, например, местное самоуправление, городские власти, не Риги, не Таллина, они четко знают, что денег в бюджете на следующий и через следующий год на какое-то большое строительство нет. Задают вопрос, вы готовы сами инвестировать? Мы говорим, да. Это легальная инвестиция? Мы говорим, да. Но когда мы говорим, да, сегодня легальной инвестицией по проекту является самой легальной, является ICO. То есть, так называемое первичное криптопредложение. И, естественно, IPO. То есть, первичное публичное предложение акций. Но, если первое ICO требует до полугода, и здесь могут быть локальные вещи, то есть, на каждый адресный проект, на Таллинский, на Рижский, на специальный контейнерный проект, о котором мы в прошлый раз говорили, производится ICO. Она привязывается через токены, привязывается каким-то образом. Сегодня еще никто точно не скажет, каким образом. Ну, нет, это не описано пока. И нигде не утверждено, как это будет связано с акциями. Это все предположения, что мы вам говорим. По крайней мере, я. Вот. И поэтому сегодня мы можем только говорить о каких-то локальных проектах. Вот. И это вполне возможно. И это является абсолютно... Причем, интересный еще факт, что, несмотря ни на что, значит, эстонское... Вот мне буквально пару дней назад сказали, эстонское правительство будет рассматривать в течение... Ну, скажем так, поставила перед собой задачу, являясь и декларируя, что она является, ну, скажем так, одним из передовых электронных государств Эстонии является это так. У нас большинство процессов государственного администрирования, управления и участия граждан в различных процессах, оно электронизировано. Вот. Что и криптовопросы будут подготовлены и так называемым комплексным постановлением государства, парламента государства будет принято не законом, а специальным каким-то, значит, меморандумом правительства. И оно даст основу дальнейшего действия в этом направлении, чтобы не ждать, пока пройдется весь механизм законотворчества. То есть упростить этот процесс, и он будет достаточно передовой. По крайней мере, так обещают. Посмотрим, когда, значит, курочка снесет яйцо, каково оно будет. Главное, чтобы оно не протухло. Поэтому этот процесс, дорогие друзья, тоже идет. И таким образом, значит, я плавно, плавно перехожу к... К чему я перехожу? Я перехожу к следующим вопросам, которые мы хотели с вами сегодня обсудить. Я повторяюсь сегодня, повторяюсь по первым двум вопросам основным. Это существенно на конец 2017 года. Кое-что я подправил или подрегулировал к тому, что я в прошлый раз говорил. Поэтому сегодня, скажем, снова пройдемся по этапам. Они являются очень важными. Почему они являются важными? В первую очередь, дорогие друзья, потому что, скажем, чтобы мы понимали, вот это как хорошая модель была, которую я вначале привел, это к разговору. Много 5 миллионов акций в портфеле или мало? Понимаете? То есть, и можно ли что-то кому-то предлагать, рассказывать? Или это неудобно? Потому что я-то стал обладателем, или он стал обладателем портфеля акций, залогового портфеля акций, которые будут выводиться и будут выведены через IPO или ICO, выведены в публичное предложение в ближайшее время. Абсолютно в ближайшее время уже. Смотрите, мы начинали 2014 год, сегодня уже 2018 год нам смотрит прямо в глаза. Представляете, как быстро время идет? Мы начинали абсолютно с пустого, но не с пустого, мы начинали с места, где была идея и предстояла большая работа. И эта работа идет, впереди еще большая работа. Потому что мы проделали, может быть, только 10% всего того, что надо будет сделать. Но, тем не менее, процесс идет. Поэтому нам очень важно посмотреть, достаточно ли, интересно ли еще инвестировать. Но, слушайте, я вот еще один пример приведу к этому разговору. Я, к сожалению, не сказал тому товарищу, с которым мы беседовали. Смотрите, вот опять, сегодня у нас дисконт 1 к 60. Возьмем средний дисконт 1 к 60. Это далеко не 1 к 600. Но, опять-таки, мы знаем, что это за одним инвестированным долларом стоит залог в 60 долларов. И вы представьте, что этот залог в 60 акций, которые у меня в залоговом портфеле образовываются, на мое имя, они вырастут на бирже. А это вполне реально. В 5, в 10, в 100 раз. Это было... Кто-то удивлялся, когда мы говорили про биткоины. В 2008, 2009, 2014, извиняюсь, да, в 2014 году. В 2009 еще не было, там только идея болталась. Вот. Что давайте это. Сегодня это очень серьезная цифра. Никто не думал, что будет 16 тысяч, 1 биткоин стоит. Понимаете? То есть, настолько вырастет. Поэтому, серьезный вопрос. Так что и здесь. С этой позиции рассматривать надо. Кто-то скажет, ну да, масло, вы смотрите только на плюс. Но, а это тоже подход, друзья, win-win, а не win-loss. Поэтому, даже если они на 10 упадут, на 10 упадут на какой-то момент, и то я ничего не проиграл. Было 60, стало 6. Но, тем не менее, 1 доллар инвестировано, 6 долларов стоят. И потом эти... Потом пошло вверх. У меня 60 этих самых акций все равно есть. И у меня есть шанс. В любом случае, эта технология востребована, что капитализация идет и будет идти. Поэтому это очень важно. И таким образом нам очень важно знать, что есть на сегодняшний день. Смотрите, 2014 год. Тяжелый год. Почему я в прошлый раз это дело привел? Потому что в этом году закладывалось все. Шавляй отказал от аренды земли под экотехнопарк. То есть, начался проект вот здесь. Сейчас я возьму стрелку. Начался проект вот здесь. Вот видите. Разработка технологий шла с 1978 года по 2014. Начался проект. Мы говорили с вами, что технология, она сама по себе технология, она в какой-то степени мертва до тех пор, пока она не подготовлена и не сертифицирована для ее использования. В большинстве случаев это так. То есть, не описано, как по этой технологии что-то можно сделать и реализовать. Или реально что-то сделать. Конкретную вещь. Вот. Поэтому требовался экотехнопарк для сертификации. Но экотехнопарк сам, в свою очередь, был ничто до того момента, пока не удавалось его финансировать. В 2014 году закладывался процесс триединства. Технологии, экотехнопарк, акции, залоговые. Это еще называлось несколько иначе тогда. Это была организация будущего народного финансирования через обучение там в СВИГе, через продажу акций. Здесь шла полная продажа акций, пока не начали по рукам, по ушам бить. Понимаете? А мы потом еще скажу об этом. Далее арест счетов произошел в Литве, где было все начато, пришлось полностью откатить назад. Не то что... Единственное, что радовало это проектирование, авантпроекты, которые тогда разрабатывались. Проектировщики, независимо от того, что они катали, поехали из Вильнюса, вынуждены были переехать в Минск, тем не менее, проекты создавались, процесс шел. Возникли дополнительные косвенные расходы. То есть процесс был неоднозначный. Здесь можно было очень сильно разбить колени и нос. Понимаете? Но мы пошли дальше. 2015 год. 2015 год. Значит, освоение участка земли в экотехнопарке и так далее. Строительство экотехнопарка, начало строительства. На пустом танкодроме. То есть абсолютно. Заключение двух договоров на проектирование в Австралии и в Эстонии. Австралия пошла дальше, Эстония заглохла. В конце 2015 года, после выхода статей, которые, ну, как бы, очерняли и Анатолий Дарович и меня, вашего покорного слуга. Но мы здесь в конце года, несмотря ни на что, перешли на инвестиции через займ с обеспечением. То есть, с одной стороны, я даю займ для инвестиций в проект в экотехнопарк. С другой стороны, это займ обеспечен акциями. То есть залогом в виде акций. И это был очень важный момент. То есть мы открыли себе возможность действовать дальше. И об этом мы еще тоже когда-то будем говорить ближайше. Мы профинансировать можем все проекты, только дайте нам такую возможность, а бы на первом этапе взять с проекта вложенный Павел. Даже без прибыли. Ну, слушайте, Павел, это абсолютно непрофессиональный разговор. Мы профинансировать можем проекты. Можете, конечно. Но это такой позавчерашняя техника подхода. Понимаете? Нет. Финансировать это совсем не тот разговор. Я даже не буду сейчас развивать эту тему. Дисконт по рассрочке, да. Ну, минимальный, Ирина. Видите, то выше даже, чем 65. Таким образом, идем дальше. Смотрим. 2016 год. Идем дальше. Тут все ясно. Первое, как ФЕСТ. Очень важно здесь было, в Аделаиде пошли уже документы. Нашлась компания, которая поддержала. И она отрабатывает сейчас в австралийском пространстве, отрабатывает эти документы для того, чтобы начать строительство, после того, как все будет завершено. Создание спецоборудования. Очень важный момент. Без него мы ничего не можем делать. Признание технологии СКОВЕЙ в Минтрансе Российской Федерации. Это был очень непростой, но важный момент. И самое главное, заключение соглашений в Индии почти на миллиард долларов. 2016-2017 год. ЭКОФЕСТ. Это нынешний год. Он завершается. Смотрите, сколько. Строительно-монтажные работы начаты. Производственная база развивается. Оправдание в суде Литвы и возврат средств или освобождение их от ареста этого имущества. Я вот буквально подал основные листы заключения этого суда литовского на перевод на английский язык, для того, чтобы к этому заимела интерес финансовая инспекция Бельгии. Отошлем им, потому что это реальные вещи. Они тоже смотрят, присматриваются. И там достаточно серьезно процесс идет. Мы на этом отрабатываем наше позиционирование в европейском, да вообще в мировом пространстве финансовых инспекций. Мы с вами, дорогие друзья, я не устану повторять, вырабатываем и создаем прецедент. Мы формируем народное финансирование. Поэтому очень важно реорганизация приема инвестиций. Продводим и проводится, еще раз проводим. Совершенственно соглашения на проектные работы различные подписаны. Противостояние Минтрансов Российской Федерации и Республики Беларусь. Вот это очень серьезный момент. Смотрите, больше всех выступали на выставке в Москве министр транспорта Российской Федерации. А в Республике Беларусь, я уже не говорю про министра транспорта, у которого есть еще и другие соратники в Академии и в других местах. Поэтому, чем больше мы становимся видны, тем больше мы являемся как бы занозой в определенном месте у таких чиновников. Это просто надо будет пережить, перетоптаться и идти дальше. Создана готовность к пилотным проектам грузовых и пассажирских трасс. Кто-то скажет, а где у нас высокоскоростная? С высокоскоростной трассой сейчас идет доработка или же доводка в бизнес-плане. И мы в ближайшее время услышим, что у нас будет с высокоскоростной трассой. Но это нам не мешает вести проект строительства по этим трем направлениям. То есть легкий вид транспорта, юнибусы, юнибайки. Это грузовой по разным там, от контейнеров до различных сыпучих и насыпных и жидких грузов. И пассажирских трасс различного характера. Вот. Подписан базовый договор на адресный проект. Он даже не один. Там комплекс. Это в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну слушайте, это очень плодотворный год. И это все дает основание полагать, что мы с вами на правильном пути. Что в 2018 году хотелось бы отметить? Переход с 10 на 11. Вон вот-вот-вот-вот, не было бы Нового года и Рождества, мы бы уже в первой половине января имели бы это удовольствие. Скорее всего, это будет конец января. Вот. Всем надо готовиться к этому. И в том числе к капиталу. Подготовка и строительство монтажной работы по адресным проектам. Это уже все. Проекты, скажем, в Австралии идет полным ходом. Переход на 12, на 13, минуя 14, на 15 этап, будут, скорее всего, произойдут до экофеста, который произойдет в июле месяце предстоящего года. Подготовка и к этому времени будет, по крайней мере, одно ICO будет проведено, как минимум, под реальный проект. Один из реальных проектов, который я сейчас сегодня вижу. И, естественно, начата подготовка к IPO. Одно не исключает другое. Поэтому ICO только будет плюсом для того, чтобы выходить потом или подготавливать процесс, вести процесс подготовки и выхода на IPO. И создание представительств капитал в различных регионах. Это тоже нам важно. Почему капитал? Капитал становится, стал, не становится, он стал, основной площадкой, инвестиционной площадкой проектов Skyway, именно на базе народного финансирования. И это, благодаря нам всем с вами, это уже факт. Что значит базовый? О чем вы говорите? Базовый значит, что значит базовый? Людмила, Казахстан. Поясните, к чему я несколько раз использовал слово базовый. Поясните, тогда я вам отвечу. Итак, идем дальше. Смотрите, значит, что мы имеем? Я здесь вывел прошлый раз, сегодня еще раз поясню. Это весь акционерный капитал, который стоит за технологией Skyway. Это больше, значит, больше 400 миллиардов долларов. Из них 133 миллиарда и т.т.т. миллионов долларов. Это привилегированные акции, с которыми мы работаем. Мы работаем с половиной от этого. Через два акционерных общества. Краудрилл, извиняюсь, Евразия, НРС Кавейс Систем Холдинг и Холдинг 2. Эко-технопарк. Это опытно-конструкторские работы. Они осуществляются, продолжаются дальше. Работы с заказчиками. 2018 год будут продолжаться. Эко-технопарк становится все больше и больше. Уже только у меня три возможных визита, которые надо будет готовить. Собирались это сделать до конца года. По разным причинам. Основной из причин было то, что Юницкий и Виктор Бабурин уезжали сейчас в Объединенные Арабские Эмираты. И плюс еще здесь планировался один визит. Поэтому три так называемых потенциальных заказчика собираются, давно уже собираются приехать в Эко-технопарк. Посмотреть, потрогать, проехаться в Юнибусе. Посмотреть Юнибайк, что там происходит. Потрогать своими руками и убедиться, подписать соглашение, уехать обратно. Вот. Уже еще три подготавливаются и готовится целый микроавтобус мэров с прибалтийских стран и с правительственных организаций, которые в частных беседах изъявили свое желание за личные деньги поучаствовать в поездке в Минск. То есть это очень серьезная работа. Это работа с заказчиками, друзья. Вводится специализированная проектная компания. Ее нужно ввести в специализированную проектную компанию. Зачем она нужна? Она нужна будет для того, чтобы далее осуществлять уже проектные работы. Не на развитие, а на отработку вот этих всех адресных проектов. Сегодня этим пока занимаются так называемые конструкторские группы, которые обслуживают и описывают технологию, которая выводится в использование и сертифицируется в Экотехнопарке. А вот специализированный проект, она будет только заниматься уже проектом. Есть исходные данные, начинается подготовка и так далее. То есть это уже специализированная. Она будет только готовить проекты под строительство на базе той документации, которая отработана уже в Экотехнопарке. Теперь завершение. Есть еще режимы, которые надо завершить по городской, по грузовой. До конца еще не закрыто, но это буквально вот-вот-вот закроется сертификация. Переход на сертификацию высокоскоростной. Но тут надо решить, где то ли бодаться и ждать у моря погоды по поводу тех ограничений, которые даны с реликтовыми растениями на территории Белоруссии. Или же абсолютно взять, развернуться на левой пятки левой ноги и сделать это уже в совсем другом режиме, в другом месте. Я, как человек, являющийся экономическим, организационно-экономическим консультантом, скажу, что второе, было бы правильнее, если компания, головная компания это такое решение примет, то я только похлопаю в ладоши и скажу, молодцы. Ага, так, было написано, подписан базовый проект. Да, почему? Что значит базовый? Это значит то, что я вам сказал, что он описывает комплекс проектов, которые берутся в разработку, и один основной из них является статус. То есть определено, скорее, я так полагаю, это мое предположение, что и есть главный или первый проект, с которого начинается. Понятно, да? Это невозможно, это конкретный уже, Людмила, Казахстан, это конкретный проект. То есть это то, что мы с вами собрались и договариваемся, или подписали, что мы начинаем осваивать, ну, например, дорогу от, где вы из Казахстана, да? Ну, например, от Москвы, там, до Пекина, вот. Но, это база, вот, мы видим, что у нее, там, участками будем, Москва, там, я не знаю, Казань, Казань, Улан-Удэ, Улан-Удэ туда дальше еще куда-то, да? Вот, а первое, будем строить Улан-Удэ, Пекин. Вот, что является базовый и конкретный адресный первый шаг этого проекта. То, что это типа такого. Так, да, это арабы хотели 51%. Вы знаете, вот, Владимир, вот я не могу вам сказать, кому сколько. Не получат они 51%, понимаете? И, видать, не получили. Другие или не другие, а какая нам с вами разница? Нам самое важное, чтобы наш интерес соблюдался. И он соблюден. Соблюден. Там, кому это нужно развиваться. Так, идем дальше. Завершение базовой сертификации, переход на. Так, смотрим. Производственная база. Все то, о чем мы говорили, все то, что разработано до 2017 года без производственной базы, это, понимаете, как, вот, шаг за шагом. Первый уровень. Технология мертва без ее сертификации. Сертифицировали. Сертифицировали технологию, вроде есть технология, есть видение, как по ней строить, но нет производственной базы. И вот мы теперь сидим такие счастливые с этой технологией, говорим, ребята, кто построит? И начинается в мире самодеятельность. Кто идет куда, кто берет что, и потом нам построенное никак не сертифицировать, вернее, не получить разрешение на использование. Потому что производственная база как бог на душу положил, и этого Юницкий и его команда наклебались уже в Экотехнопарке. Когда, ничего не хочу сказать, просто такой подрядчик, партнер, лучшего нету, понимаете? У него свои представления, у него свои стандарты. И когда он говорит, что, ну, смотрите, я все сделал по стандартам, по которым у меня все допуски есть, нам нужны другие допуски, другие стандарты. Нам нужны компании, которые имеют Lloyd's, там, Nordtube, международные компании, которые будут сертифицировать сварщиков, будет, там даже не сварщиков, а управляющих роботокомплексом, и сертифицировать роботокомплексы по их параметрам, по их отчетности электронной, по криптованию этой информации. И тогда они говорят, да, это можно, на базе этого можно делать. Только тогда мы можем положить и сказать, да, эта трасса будет работать, ее гарантия, или ее, не гарантия, извиняюсь, а жизненный срок 100 лет, гарантия ее действий, там, 2, 5, 10, 15 лет, и так далее. В противном случае это все ерунда. Мы сможем с вами, там, 10, 20, 100 проектов начать строительство, вести это строительство, и в них, вот так вот, по самую макушку моей лысой головы, а то еще больше, в три раза завязнуть, если нет производственной базы, дорогие друзья. Для производственной базы. Чего? Транспортных средств. Ну, слава богу, здесь у нас более-менее все нормально. Пробиваем трактора, сшибаем, как танки. Слава богу. Путевых структур нет у нас пока, но мы знаем, что подготовлено сейчас здание, готовится сооружение, и то, где сейчас это делается, останется в ближайшее время площадкой так называемых экспериментальных разработок. Все остальное перейдет, то есть мы будем сейчас готовить для ближайших проектов у себя, здесь, в Минске, на нашей производственной базе. И, вы знаете, я даже разговаривал буквально вот до этого, когда мы были в Минске 11 декабря, до отъезда в Бразилию, я беседовал с финнами, с финскими партнерами. Что они сказали? А вы знаете, что вот этот дом-башня, который построен в Арабских Эмиратах, он сделан-то из металлоконструкции, которые сделаны в Турку на верфях, где строят суда, частично в Турку, частично в Кельцинке. И они морем доставлены туда, эти конструкции выставлены, выстроены, и поставлено это здание, дом-парус. Вот, очень просто, поэтому ничего страшного, что по всей вероятности основные какие-то конструкции будут делаться в Минске. Поэтому даже не 500 километров, а даже 1000 километров и больше, это вполне реально, или какие-то узлы не реально делать там. Поэтому, а строительства еще будет много, поэтому это имеет смысл, и это рационально. Систем автоматического управления. Вот здесь, скажем так, здесь идет сейчас переосмысление и определенное развитие новых инноваций. Как мы в прошлый раз уже говорили, что начали-то мы за здравие, или наоборот, начали за упаковку, а пришли к здравию. Ведь начали мы с чего? Что вот нам интересно, что такое вести криптовалюту, или криптирование, допустим, токены нам интересно вести, вести через это крипторешение в наши, ну как бы, акционно-инвестиционные дела. А когда начали смотреть, а что такое блокчейн, то выяснилось, что это технология, цепочки, это так называемая крипта, это есть защита или безопасность, с одной стороны, с другой стороны, которая позволяет, сама технология позволяет, таким образом информацию, как бы, столбить, и делать ее неизменяемой. То есть, на уровне генетического кода, то есть, как ДНК создается, чего-то, таким образом, переход на криптирование управленческой информации, сигналов, это является теперь уже не, скажем так, абсолютно необходимой задачей для системы автоматического управления всего транспортного движения и всего, всех транспортных процессов в SkyWay технологии. Об этом мы не говорили еще в 2014, 2015, 2016. Мы заговорили абсолютно в процессе и вышли, моменты анализа, вышли на это в 2017 году. Слава Богу, что это так произошло. Поэтому процесс идет. Грузовый перевозок контейнерных решений. Видите, здесь работы выше, чем крыша. Вот, грузовый перевозок это абсолютно вот такая сфера, которая сегодня, я в прошлый раз уже говорил, что уже сегодня только давайте решение, есть точка А, есть точка Б, нужно перевозить контейнеры. Причем, мировой трафик контейнерных перевозок, это просто, он, ну, баснословный, 20-футовый, 40-футовый контейнер, и мы теперь, сегодня уже можем честно сказать, мы имеем решение, как это делать на базе технологии движения транспортных перевозок, грузовых перевозок на базе SkyWay технологии на втором уровне, на струнных рельсах. Причем, разработаны решения, модульные решения, так называемых малых контейнерных перевозок, которые будут являться и станут уже, ну, сегодня их можно считать, модулями больших 20-40-футовых морских контейнеров. То есть, в какой-то степени можно будет передвигать, перемещать эти контейнеры, то есть, Transnet, транспортная сеть будет из этих морских контейнеров, а уже более мелкие разводки будут модульными контейнерами, которые встроены были или перевозились океаном в больших контейнерах. И это улучшит и создаст определенные приемы, определенные преференции, предпосылки для нашего проекта. Это очень важно. То есть, производственная база это жизненно, или как говорили старые коммунисты, архиважная задача, и мы ей занимаемся. Обеспечение проведения инвестиций в проект скорее. С одной стороны хочется и нужно строить, с другой стороны что является кровью этого тела, или что является, это нервы, это сеть, или это деньги, это инвестиции. Выход на новый рынок инвестиций, в адресные проекты. Уже адресный проект является рынком. Предполагаем адресный проект, это значит самыми лучшими инвесторами в смысле народного финансирования и народного инвестирования является именно вот эта территория, которая прилегает или где пролегает вот этот адресный проект. Создание инвестиционных площадок в новых регионах. Новые регионы, нет адресного проекта, но тем не менее инвестиционные площадки нужно и можно создавать, и мы этим занимаемся. То есть для сковей капитала, капитал видите, здесь наверху у нас капитал, для него этот год был так называемым пробно-стартовым в рамках вот таких вопросов. И он идет к международному фонду, то есть он трансформируется в международный фонд. Что такое международный фонд, мы будем говорить в начале следующего года, но сейчас вот я еще раз сегодня кое-что повторю из того, что я в прошлый раз говорил. Поэтому создание инвестиционных площадок новых регионов, исходя из логики, что капитал это со следующего года будет как создание уже международного фонда, состоящего из нескольких юридических лиц, из которых одно будет так называемые задачи инвестиционные выполнять, а другие будут осуществлять обслуживающие задачи, но об этом немножко позже. Далее, введение технологий блокчейн в обслуживание инвестиционных процессов, пилотных проектов сковетов, если сказать простым рабочий крестьянским языком, это использование ICO для финансирования адресных проектов. Вот и все. То есть, многие, чтобы вы понимали, ICO это не разовый какой-то тотальный процесс, а ICO это их может быть серия под каждый проект и так далее. Это технология, которой можно пользоваться, ровно как и блокчейн. ICO это только технология, которая позволяет через первичное предложение крипто, токенов, как эти, мы не знаем сегодня, как эти токены под проект, допустим, тот же самый, допустим, рижский проект, леталинский, или там московский проект, как они связаны с теми акциями Евразия, Нореллска, это надо продумать до конца, размышления идут, но поверьте, в правильном направлении идут, и об этом мы все узнаем в нужное время, в нужном месте. Поэтому этот процесс тоже управляем, идет и подготовка идет. Создание фундаментальной базы для частного бизнеса инвесторов. Что является фундаментальной базой для частного бизнеса? С одной стороны, технология, как мы уже говорили, развивается, развивается возможности, создаются проекты, то есть вот куда можно вкладываться. С другой стороны, вкладываться должен человек, который, или может человек, который образован, имеет определенные, в хорошем смысле образован, не в смысле диплома, а имеет компетенции. То есть он знает, как пользоваться социальной масс-медией, СММ, он знает, как у него есть техника использования upline, например, он знает, что такое акция, он знает, что такое ICO и так далее. И он создает, или уже создал свою команду, и она готова работать. То есть ты создаешь свое предприятие, как раньше, 10 лет назад создавали пирожковую, или там, я не знаю, что там еще, колбасную, или там, рюмочную. Так сегодня на высшем уровне можно более цивильно создавать свой бизнес. С одной стороны обучение, с другой стороны использование реальной практики, применение в реальной практике. Поэтому обучение тоже создается. И это тоже будет одной из задач уже предприятия в этом международном фонде. Капитал будет заниматься инвестицией, инвестиционные средства никуда не будут отвлекаться, кроме как в конкретные проекты. А другие направления фонда, в том числе по обучению, по подготовке кадров, будут работать за счет других средств. Вот. То есть региональные фонды будут, у них будут свои проекты, у них будут свои определенные отчисления. Вот. Создание центра комплексного обеспечения реализации проектов. Что такое комплексное обеспечение реализации проектов? Это то уже кое-что об этом говорил, это в первую очередь такие вещи, надзор, это обучение производителей производить и доведение этих производителей до уровня международных требований, сертификатов международных. То есть это ISO 9001, 14001 или 14001, 16 тысяч, то есть это экологические различные нормативы соблюдения и так далее. Доведение, то есть разрешение, то есть подготовка их в смысле ну возьмем хотя бы тех же самых металлоконструкций, чтобы у них были не сварщики, а уже сварочные роботы, которыми они могли бы работать, чтобы они были готовы к этому. Не тогда начинать этим заниматься, когда жареный петух клюнет в затылок и нам нужно строить трассу, а до этого, вот создание этого, этим как раз должно заняться фонд, международный фонд в одной из направлений этого фонда. Вот. Теперь создание центра подготовки и переподготовки кадров. Это мощнейший срез. Университеты, они дают базовое образование, но привязка конкретная будет происходить в центре подготовки и переподготовки кадров. Потому что, казалось бы, с одной стороны просто, если ты участвовал и умеешь управлять проектами, строительными проектами, то ты сможешь управлять, нет, не совсем это так. Да, определенные технологии строительства, законодательства по строительству соблюдаются, экономика тоже более-менее та же самая, но есть много вещей, которые надо знать. И поэтому у центра подготовки и переподготовки кадров для Skyway и проектов по всему миру будет очень важная много задач. Важно задать, но не проект. Да, подписан договор, но не проект. В договоре указаны проекты, которые будут осуществляться. И последнее, значит, смотрите, на завершение. Бизнес со Skyway, переход на новые этапы развития, новая сфера деятельности, новое решение. Я уже говорил, это я уже как бы резюмирующе подводу, введение технологии блокчейн на разные уровни. Один уровень это инвестиционный уровень и привлечение инвестиционных средств, другой уровень это использование технологии блокчейн в построении процесса в автоматизации управления всем трафиком, трафиком движения и трафиком информации, связанной со Skyway. Смотрите, что такое трафик информации? Это так называемая цепочка определенных индикаций с момента, то есть с того, какой металл был добыт, в какой шахте, или руда, в какой шахте, или что туда добавлено, как это прошло через все-все-все обогащение, через плавку, через еще что-то, через выплавку, через вытяжку, установку, обработку, сварку и так далее, и конструкция стоит, есть ее полный, ее так называемый ДНК на каком-то определенном уровне, ДНК существует, это и есть цепочка, то есть блокчейн, и она крепит, ничего там нельзя не изменить, не передернуть, и оно все есть, иначе, скажем так, конструкция металлическая не будет вставлена в трассу до тех пор, пока все ячейки цепочки не заполнены, а если, или вернее, когда они заполнены, то они врублены туда, и их нельзя изменить, и это очень безопасно. Вот это есть введение технологий блокчейн на разные уровни. Создаем новую модель финансирования, я уже говорил, сегодня нет четкого описания, что такое краудфайнансик или диги файнансик, дигитальное финансирование, мы только сегодня это делаем с вами, не только мы, есть еще и другие, даст Бог, кто-то из нас это дело пишет, и будет принято в обиход, будет принято, это является реконструкцией модели финансирования и, в общем-то, использование финансов в новое время. Введено новых решений для строительства и развития SkyWay новых организационных решений. То есть, здесь тоже могут быть много интересных структур построения взаимоотношений, имущественных взаимоотношений, организационных, чтобы организовать процесс, юридически организационно-правовый процесс строительства и развития SkyWay. Да, это тоже предстоит. распространение решений на планетарном уровне. Об этом мы говорили, кто смотрел в начале интервью после выставки в Москве, где я говорил об этом. Что такое планетарный уровень? Мы вышли на Австралию, это был первый шаг на планетарный уровень, сейчас мы на всех континентах, друзья, ну, разве что в Антарктиде еще нет наших людей. Так мы на всех континентах, и это очень важно. вот это есть планетарный уровень. То есть мы инвицированы везде. Пока инвицированы на уровне инвестирования, но близок час, когда это будет на уровне конкретных проектов, то есть адресных проектов, конкретных трасс. Фундаментальная база для частного коллективного бизнеса, ГЧП, то есть государственное частное предпринимательство. Существует такая, она создается конкретное решение, вот, и это тоже, в общем-то, наше развитие, это тоже можно считать, что это один из элементов модели народного финансирования, краудфинанси. Вот, и комплексное обеспечение проектов, база капитализации. Комплексно, это и есть то, о чем мы говорили, то есть мы заботимся о кадрах, кадры решают все, мы заботимся о производстве на промышленной базе, мы заботимся о качестве самого проекта и технологии, то есть самые все основные элементы. То есть мы практически ничего не упустили, все элементы учтены. Поэтому это, дорогие друзья, есть и путь нашего развития. Итак, я сегодня завершаю, какие будут у вас еще вопросы. Я сейчас дам, вы пока подумайте по вопросам, а я вам дам свое интервью, которое было в начале. Добрый день, дорогие друзья, после нашей прекрасной конференции, извиняюсь, выставки в Москве на транспортной мы знаем, прошла у нас великолепная выставка. У нас красивая конференция в московском великолепном гостиничном комплексе Альфа. Измайлова. Измайлова, да, Измайлова. И задаю вопрос Владимиру Маслову, члену Совета директоров Skyway Capital. Один из таких актуальных вопросов, ваше видение о проекте на 2018 год. Спасибо, Владислав, за вопрос, потому что действительно время как раз переходное во всех смыслах этого слова. Мы уходим или прощаемся уже с 2017 годом, и мы встречаем 2018. Естественно, инвесторов, партнеров, нас всех интересует, что будет в 2018. Я задавал себе вопрос, задавал своим коллегам, и я считаю, вот мое мнение, что это год, когда мы переходим на новый уровень. Мы выходим на многоуровневость Skyway проекта. До сих пор мы говорили о проекте Skyway, теперь мы уже готовы к тому, чтобы делать на разных уровнях, реализовать различные проекты, уже использующие технологию Skyway, с одной стороны, с другой стороны, мы многоуровнево подходим планетарном масштабе, вы знаете, это уже и Азия, это и Юго-Восточная Азия, это Арабский Восток, это уже даже Бразилия, о которой мы сегодня говорили, вот это Южная Америка и еще целый ряд других, я уже не говорю об Австралии, с которой вообще началась планетаризация этого проекта, это одна сторона дела, другая сторона дела, то, что мы готовимся, то есть к Skyway технологий подключаются новые технологические решения, это в первую очередь использование технологий блокчейн, и не только для того, чтобы инвестировать, не только для того, чтобы там просто выпустить какие-то токены, а для того, чтобы отцифровать, как говорит коллега, отцифровать саму технологию, обеспечить ее безопасность и обеспечить своеобразность продвижения этого проекта. Вот это все надо подготовить на финансовом, на организационно-правовом, на всех уровнях в 2018 году, так что я желаю всем не терять активность, не забывать то, что уже сделано, смотреть вперед, и мы с вами победим. Спасибо. Друзья, слышно меня, вот посыпались вопросы, вы сказали, что выполнена работа на 10%, не знаю, где это я говорил и про что я говорил, работа в каком смысле Наталья Шевченко, значит, в каком смысле работа, что это значит, тогда я могу сказать, работы выполнены значительно больше, то есть, фактически, скажем так, что если мы посмотрим по инвестиционному плану, то большая часть инвестиционного плана еще впереди, но смотрите, из 240, ну, примерно из 240 миллионов, ну, еще две трети надо финансировать, две трети, это высокоскоростная трасса, это производственные мощности, это первые площадки их создания, это все здесь, это вот этап 11, 12, 13, 14, 15, и она очень сильно связана с тем, что будет происходить с финансированием конкретных проектов в Австралии, в Индии, в Арабских, Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому не 10%, значительно больше уже выполнено работ, так, вместе с Медведевым присутствовал президент Татарстана, вопрос, была ли у него какая-нибудь реакция, да, об этом хорошо рассказывает Сибиряков, не берусь есть его хлеб, вот, присутствовал, и он очень хорошо отнесся к этому, очень профессионально, ролик не идет, не идет, так идет, продолжится ли строительство высокоскоростной трассы ВТП-20, Бог его знает, вы знаете, я вам сказал уже, Вагнер, Андрей, что сегодня я задаюсь вопросом, имеет ли смысл ломиться там, через эти самые реликтовые, так называемые реликты, если да, то будет ли это эксплуатироваться юнилета, при скорости, да, конечно, если будет, в любом случае не имеет смысла, юнилета, там будет до 500 километров, да, ведь практически сегодня выложена трасса, уже отмаркирована на местности, таким образом, что там можно развивать скорость до 500 километров в час, поэтому палки в колеса, которые сейчас начали вставлять, через чиновника, маленького чиновника, по охране окружающей среды, извиняюсь, по охране природы, который там стоял в 33-м в списке согласований, и вдруг он встал поперек и говорит, нет, и все, поэтому бог его знает, не берусь здесь комментировать больше, ноу-коммент, как говорится, нормально, все идет, Владимир, а в Прибалтике осознали ли, что могут терять, да, конечно, ну, слушайте, Федор, это, скажем, тут не надо иметь всем пяги во лбу, чтобы это не осознавать, другое дело, как это вяжется с политическими играми, вот в чем вопрос. Шавляй, бывший мэр, он четко, это его предвыборная программа сегодня, что не дали ему, не дали ему, ему не дали, ему приказали закрыть этот договор, или прекратить этот договор, любыми потерями, что он и сделал, кстати, чтобы оттуда выпереть этот самый полигон сертификации Skyway от Шавляй. Звук есть, есть, да, поскольку реализовывать проекты будут в разных странах, нужно заранее готовить технические глоссарии, перевод. Конечно, конечно, все нужно. Абсолютно, дай ту штуковину, Владимир. Это, это, это еще отдельная история, но она, вот то, в чем вы говорите, вот эта сфера, Владимир, она состоит в том, ведь, допустим, тот же самый Nordtube или же Lloyds, они проверяют производителя, прежде чем допустить или принять от него работу, расписан ли у него процесс, идет ли правильное описание всех вещей, там уже этих штуковин это все не проходит. Там четко должен быть обозначен агрегат, вспомогательные материалы, количество труда, там и так далее, и так далее. Это вот все из той оперы. Наверное, зависло у меня, да, у вас зависло, спасибо. Когда статус поменять с венчурной на Георгий, с венчурного тогда, когда начнутся проекты и произойдет в данном случае, вот, хороший вопрос, кстати, спасибо. Я так думаю, что с момента, когда выйдет на IPO, здесь мы переходим в новый режим, что, извиняйте, вот, рынок, на рынок вынесли товар, его взяли по такой цене, а дальше уже начинается так называемая рыночная экономика. Дальше. Я думаю, что я не сильно ошибаюсь, Георгий, по поводу того, когда венчур на обычный проект, рисковый, нерисковый и так далее. Кстати, деньги нам вернули за полигон, за какой полигон, если вы имеете в виду литовский, нет, там вернули только то, что было заморожено на банковских счетах, там машины были отняты и так далее. Про управление опционами, расскажите, пожалуйста, опционами, ничего не буду сегодня говорить, потому что вопроса не понял, про управление опционами, расскажите, пожалуйста, Олег, задайте правильный вопрос, я не врубаюсь, Олег Красноярска, после какого этапа пакеты акций будут оформлены, они сегодня оформлены юридически, дорогой друг, вы что, не врубаетесь, вы посмотрите, зайдите в этот самый, мои сертификаты и вы увидите, там, Олег Красноярский, я прошу прощения, не знаю вашу фамилию, значит, такой-то, 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 акции номер такой-то, по акции номер такой-то, его все координаты, это и есть, официально юридически оформлены, но они не в обороте, это совсем другое, если вы хотели задать, то они будут в обороте после IPO или ICO. Так, есть ли еще вопросы, дорогие друзья? Если нету, я благодарю вас за внимание, следующий вебинар состоится 28-го, он будет в записи, мы постараемся эту запись сделать с Алексеем, вот, потому что я буду в это время как раз переходить, не как контрабандист, а у меня время заказано для пересечения российско-эстонской границы, вот, и другого времени не было, поэтому я не смогу быть с вами, но мы будем с вами до того, а вы уже посмотрите, о чем мы там будем говорить. Итак, спасибо, всего доброго, тем, с ком не увидимся и не услышимся, посмотрите это в записи, благодарю вас всех за сотрудничество, за ту труд, за то внимание, которое вы вложили в этом году, вот, за то, что вы принесли и вместе будем переходить или не будем, перейдем в следующий год и мы это сделаем, строй сковей, спасай планету. Всего доброго вам, вашим близким, берегите себя, свое здоровье, своих близких людей и живите долго, будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,